Приветствую, друзья. Путин посадил Алексея Навального в тюрьму на 2 года и 8 месяцев. Я специально сказал эту фразу максимально прямо, избегая юридических формальностей. Ведь без разницы, какой суд и по какому делу и на основании чего вынес такое решение. Тюрьма для Навального – это политическое решение. Просто за 20 путинских лет политика выродилась вот в такие формы. Своим фильмом Навальный разрушил мечту советского пенсионера о загородном домике. Ну да, какой пенсионер, такой и домик. Большинство мечтает о шести сотках, а ГБшный пенсионер Владимир Владимирович о тысячах гектаров в Геленджике. И о 16 подземных этажах, о хоккейной коробке и о шесте для стриптиза. Навальный эту пенсионерскую мечту показал всему миру. Путину пришлось нелепо оправдываться. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Я, кстати, скажу, никогда не видел Путина таким рассеренным и оправдывающимся. А потом и вовсе ему пришлось переписывать свой пенсионерский домик на Ротенберг. А Чимур Ротенберг, очевидно, не очень рад. Но папа назначил крайним, придется тянуть лямку. Я являюсь бенефицаром. Что все это значит для нас и для политической ситуации в целом? Путин теряет легитимность и будет на короткой дистанции компенсировать это силой. Еще летом социологи показывали, что половина населения не поддерживают продление полномочий Путина после 2024 года. Но насколько это число выросло сейчас? После того, как миллионы познакомились со скромным бытом нашего аскетичного президента. Он ходит в костюме одного покроя, словно в спецодежде. У него пяток галстуков, простые рубашки. И все его устраивает. Последние две недели на улицы выходила не Москва. В столице как раз протест был достаточно скромным. А регионы. Картинки путинского домика, все эти кальянные аквадискотеки, винокрадники, бункеры на 16 этажей. Они стали триггером. Они вскрыли нарыв, который существовал и так. Почти 10 лет не растут доходы. У людей нет социальных лифтов, нет перспектив. А им еще предлагают сохранить такую стабильность на неопределенное время. И все это происходит на фоне того, как Путин тратит на свой домик 4 годовых бюджета на медицину. Например, Свердловской области. Если раньше Путин мог что-то сказать про потерпите, давайте потуже затянем пояса, то сейчас нет. От владельца ершика для унитаза ценой в хорошую месячную зарплату люди уже не готовы это услышать. А значит, недовольство граждан будет нарастать. И у власти не остается другого инструмента, кроме тупой силы. Тупой силы против собственного народа. Кто победил Великой Отечественной? Глупый вопрос. Конечно же мы. Тогда почему в эти выходные улицы наших городов выглядели так, как будто их захватили оккупанты? Вот Санкт-Петербург, который на днях отмечал 70-летие снятия блокады. А глядя на эти кадры, создается ощущение, что город все-таки оккупировали. Вот тяжело вооруженные тевтонские рыцари на Чудском озере. Нет, простите. Это ОМОНовцы в доспехах преследуют мирных граждан по льду Амурского залива. В Красноярске проведена операция по окружению протестующих. Ну натурально же, каратели готовятся к расправе над партизанами. В Казани задержанных бросили на снег с руками за головой. Это вообще что? По всей стране людей хватали, били дубинками, в них стреляли из травматического оружия, распыляли слезоточивый газ. Улицы крупных городов были перекрыты, проход запрещен, метро не останавливается на многих остановках, выход из дома приравнивается к преступлению. Повторю свой вопрос. Мы точно победили фашистов, а не они нас. А то по картинке ты так и не разберешь. С кем и за что так сражается власть? Она сражается с обычными гражданами. Эти граждане всегда подозревали неладное, но тут узнали наверняка. Оказывается, их лишили прав, благосостояние и будущего не во имя какой-то великой цели, а ради строительства монструозного, дорогущего, бессмысленного и ужасно пошлого дворца, который на самом деле никому не нужен, кроме плесени, которая разъедает его стены. И той плесени, которая периодически туда приезжает. По данным правозащитников, за последние две недели в ходе протестных акций было арестовано более 5000 человек. Все эти 5000 человек – политические заключенные. Алексей Навальный тоже политические заключенные. Поэтому первая по значимости задача для оппозиции – это борьба за освобождение и права политических заключенных. Я сам был политзеком. Провел 10 лет в тюрьме. Без поддержки и помощи это было бы очень и очень сложно. Главная задача тюремщиков – сломать вас, отрезать от информации, убедить, что вы никому не нужны и что про вас все забыли. Нужно писать письма. Нужно собирать деньги на передачи адвокатов, проводить акции в поддержку и всеми силами добиваться освобождения арестованных. Вы видите, политзеки сейчас – это не просто какие-то маргиналы и политические активисты, к которым вы, например, думаете, что не относитесь. Нет. Любое недовольство трактуется властью как опасность. Сколько из избитых и задержанных за последние две недели – это политики или активисты? Ну, десятая часть – максимум. В условиях, когда власть начинает опираться только на силу, политзеком может стать каждый. Так как же мы должны оказывать давление на тех, кто обеспечивает функционирование путинского режима, кто поддерживает его? Что я имею в виду? Прежде всего, давление должно идти через персональные, подчеркну, персональные санкции. Необходимо добиваться расширения акта Магнитского в части попадающих под него лиц. И в том числе в Европе. Люди, которые нарушают права человека в России, лица, которые выступают спонсорами или бенефициарами режима, не должны наслаждаться достижениями демократических государств. Хочешь строить у себя в стране Северную Корею, растить детей и хранить капиталы в Западной Европе или США? Нет. Не выйдет. Или-или. Хочешь фронтировать дворец Путина? Храни деньги в юанях и под подушкой. Обеспечиваешь политическое прикрытие диктаторского режима? Отдыхай на курортах Геленджика. Причем важно добиваться санкций в отношении значимых лиц первого и второго эшелона путинского окружения. Помимо того, что это просто морально правильно, это еще и болезненно. Ближний путинский круг из чиновников, друзей и бизнесменов – это те люди, которым есть что терять. Они десятилетиями воровали и извлекали прибыль от преступного режима. Пришла пора оплатить по счетам и терять доступ к виллам на Лазурном берегу, к стометровым яхтам и зарубежным футбольным клубам. Отравление Навального, его арест, путинская репрессивная реакция на фильмы протесты – все это меняет политический дизайн, ужесточает и упрощает ситуацию. На повестке дня, по сути, остаются только два вопроса. Первый. Вы поддерживаете устроившего репрессии диктатора или нет? Второй. Что делать после того, как этот диктатор, несомненно, уйдет? Ответ на первый из этих вопросов общество должно потребовать от кандидатов на ближайших парламентских выборах. Мы поддержим коллег и союзников в их работе. Всех не пересажайте. Задача по построению плана после Путина тоже важна. Обществу надо точно представлять, кто и что может сделать после смены режима. Как это отразится на благополучии и перспективах каждого гражданина России. Эту задачу я на ближайшее время вижу своим приоритетом. Путин не хочет уходить. Он не хочет, но и не может. Но чем больше он цепляется за власть, тем больше он совершает ошибок. В последнее время ситуация меняется очень быстро. И сейчас предсказать, в какой момент, какой дворец или какой шест для стриптиза станет соломинкой, ломающей спину этому верблюду, невозможно. Не исключено, что план жизни после Путина нам потребуется неожиданно. Поэтому готовить его надо уже сейчас. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!